Ребята, всем привет! Сегодня мы с вами готовим омлетик. Как проходит ваше похудение? Рассказывайте, пишите комментарии обязательно. Пишите любые комментарии, что вам нравится, что вам не нравится, что бы вы хотели посоветовать, что бы вы рекомендовали. Обязательно пишите. Я тут готовлю омлетик. Как проходит мое похудение? В принципе, я подумала, вес мне не принципиален, я бы сказала, но мне хотелось бы похудеть в области талии. Поэтому я решила делать физические упражнения, просто обычные дома, именно для формирования талии. Естественно, это упражнение тоже на пресс. И, кстати, вы знаете, я их поделала два раза именно для талии упражнения. То есть, это махи руками, это повороты туловища, это приседания, это тоже, опять же, те же самые, опять же, повороты туловища. Влево-вправо, вбок, выпады ножками. Это все упражнения. Ну, естественно, это, конечно, упражнения и для остальных частей тела. Но мне нужна именно талия. Хотелось бы похудеть именно в талии, в животике. То есть, животик вообще убрать, в принципе, хотелось бы. И вот для этого я, собственно, и худею. Но, я заметила, в талии у меня ушел даже один сантиметр, даже полтора, я бы сказала. Но, у меня привес. То есть, получается, появились мышцы, которые весят много. То есть, мышцы весят много, но жировая, видимо, масса какая-то, наверное, ушла. Напишите, как у вас. Сейчас добавлю еще сюда соду. У нас вчера ночью пошел первый снег. Я этому безумно рада. Он так волшебно падал. Я там песенки напевала даже в то время. Олега Винника, кстати. Там есть песенка про Натали. Вот, и про Бали тоже. Добавляю вот столько соды. Буду добавлять сюда замороженные овощи. Нужно разгружать морозилку. У меня там много запасов. Именно всего замороженного. Нужно разгружать ее. Я запаслась. Собственно, зима началась. Поэтому будем с вами готовить. Много всего интересненького. Напишите, что вы готовите, что вы любите готовить. Ну, всякое, да, бывает. Поэтому будьте, конечно, осторожны, аккуратны. Следите за своим здоровьем. Мне сразу захотелось горячего шоколада. И сверху спрыснуть его сливками из болотчика. Еще захотелось чизкейк из плечи, кстати. Очень захотелось. Думаю, что-то мы с вами придумаем. Думаем вместе. Возьмем с вами кабачки и перец замороженный. Вот столько налила маслечка. Достаточно много на самом деле. Лучше взять капельку и размазать его кисточкой кулинарной. Пишите, у кого есть кулинарная кисточка. Но я ее так называю. Я не знаю, как она называется на самом деле. Вот, собственно, овлетик у меня готов. Тут одно яйцо и тут молоко. Достаточно много молока. Я почитала, кстати, есть какая-то молочная программа называется. И там написано, что утром нужно молочко пить, днем йогурт, а вечером кефир. И это прям жизненно важно. Как интересно. Все. Выливаю. Это вот на сковороду. Сейчас я вам покажу обязательно. Лучше, конечно, овощи доставать предварительно. Посолить это еще надо все. Не забывайте, что посолить нужно. Потому что будет совсем уж полезно. Вот так мы, наверное, будем взбивать наши овощи. Напишите, у кого уже выпал снег, у кого нет. Это, знаете, как-то приближает в муссеру сказки. Начинаете верить чудесам. Хотя вы, в принципе, взрослый человек уже, да? Вы все понимаете прекрасно. Но как-то это все настраивает на волшебный лад. Сходить, кстати, за сливками из баллончиков. Еще вот такой перчик положу. Тоже все это в омлетик. Затем, когда вы разбиваете яичко, чтобы скорлупа не попала никуда там, то будет невкусно. Смотрите, такой у нас омлетик. Я буду делать вот так. По мере того, как омлет будет схватываться. Вот, смотрите. Сделала огонь побольше. Смотрите, что у меня в итоге получилось. Омлетик я притрусила сверху сыром. Твердым сыром. Потертым на крупной терке. Приятного аппетита! Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...